Привет! В эфире «Двое на кухне. Читай и кота». Сегодня у меня в гостях рок-музыкант Сергей Галанин. Юрий, спасибо огромное, что пришли. Ничего, если я так мешаю. Тут у нас реальный чай. Это здорово. Друзья, тут не будет афория, поэтому сейчас там сахарок размешается, и я хлебну его. Конечно, кухонные разговоры, обязательно чай. Как говорили в свое время, рюмка чая, но у нас реальный чай на самом деле. У меня есть такое выражение в одной из песен. Рюмочки за рюмочкой чая, вопросы-ответы. Вальс поющих мужчин за рюмочкой чая, вопросы-ответы. Как быть, коль в душе наболело, вот-с. На таких песнях Сергея Галанина, как «Страна чудес», «А что нам надо», «Теплый воздух от крыш», многие учатся играть на гитаре. Начинал Сергей Галанин вместе с Гариком Сукачевым «Бригадея». Но двум рокерам такого масштаба стало тесновато вместе. И Сергей Галанин в 1994 году основал собственную группу «Серьга». Поклонники творчества Галанина отмечают, что к молодецкой удали песен со временем добавилась неподдельная лиричность и задушевность. Сергей Галанин представлял рок как жанр на шоу-конкурсе первого канала «Универсальный артист». И честь рокеров не посрамил. Обойти его смогла только сама Лариса Долина. Галанин занял почетное второе место. В 2011 году одновременно вышло два новых альбома «Серьги». И сразу несколько песен стали радиохитами. Так что русский рок жив, и Сергей Галанин живее живых. В некоторой степени характеристика нашего рока – задушевность, да? Так, наверное, по-другому и быть не может. Если ты поешь, причем эта песня твоя, значит, должно быть обязательно какое-то откровение. А здесь без души никак не обойтись. А! Ты сам будешь недоволен собой. Ты сам будешь потом испытывать угрызение совести, если это не получилось. Вот у меня есть… Это не то, чтобы угрызение совести, но, я говорю, есть точное понимание того, что я некоторые песни, записанные мной раньше, сейчас бы не записал бы. Это было в прошлом, я сейчас совершенно другой, это сейчас мне совершенно неинтересно. Значит… А какой вы сейчас? Кто его знает. Хочется быть в меру серьезным все-таки. Здесь не хочется никакой веселухи. Должна быть радость. Вот какая большая разница между двумя вроде бы синонимами. Веселье и радость. Потому что бывает, что радость светлая, есть фразеологизм, да? Да, радость грустная, да. Более тонкая память. Да, 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 это очень правильно. И поэтому, если сейчас что-то задорное есть, оно задорное, так сказать, в меру как-то и в меру моего сегодняшнего ощущения жизни. Моё детское сердце, и туда птица счастья, улетела погреться. Заблудилась напрасно, путь обратный забыла. Но любовь не угасла, любовь не остыла. Заблудилась напрасно, навестить обещала. Но любовь не угасла, и душа не пропала. Вы часто в последнее время вообще обращаетесь к теме детства, последний альбом назван «Детское сердце» по этой песне. Это ностальгия по детству, или это всё-таки именно вот это ощущение того, что во взрослой жизни всё-таки много фальши, а в детстве всё по-настоящему ощущается? И то, и то, и то. Ещё и общение, реальное общение с детьми, с хорошими детьми, ну и вот, и со своими, и с детьми друзей. Ну и вот, это общение, оно, конечно, оно нас проветривает, оно нас просветляет, общение с детьми. Мы сейчас часто не сдержаны и как-то совершенно не похожи на самих себя бываем, к сожалению. А дети в этом смысле, они настоящие правильные создания. Как-то гуляли с семьёй по бульварному кольцу, значит, и что-то я где-то там задержался, а ко мне, значит, подбегает Тимофей, мой младший сын, и говорит, пап, идём, там ребята играют твои песни. И я, значит, да, и подхожу, ребята лупят, а что нам надо, очень здорово. Ко мне подходит девушка, здравствуйте там, Сергей, а не хотели бы? Я говорю, а что, гитару дадите? Дадим. Не все гитары дают, потому что, знаете ли, личное, дорогое, я могу с этим согласиться. Дали мне гитару, я там 4 песни, ещё 3-4 песни сыграл, доставил, как я надеюсь, радость людям, и какие денежки ребятам там, так сказать, тоже бросили. В общем, вот такие моменты бывают в жизни. Надо было снимать всё это. С ума сойти. А если мы вам дадим гитару, сыграете? Надо тогда сыграть, согласен. Подарите мне пару крыльев, Где рассвет сольётся закатом, Недоверие станет пылью И развеется резким взмахом, Взмыться ввысь над сумбуром и ложью, Раствориться в небесной пучине, Не влачить свою совесть к подножью, Не запутать судьбу в паутине, Распахнуть бы те крылья силой, Песней сердца открыться Богу, Заодно со снежной лавиной Чистоты не бывает много. Пусть закружит, задушит снегом, И мороз разольётся по жилам, Пусть погибнуть, но только в белом, Блик спасенья, Сигнал однокрылым. Подарите мне пару крыльев, Может, чёрных, но лучше белых, Птицей проще успеть, наверное, Отдалиться, что сил от скверны, Не хватало в притоне спиться, Всё простив подлецам и унылым, Напоследок стать вольной птицей, Подарите шанс однокрылым. Надоело в плену томиться, В темноте свет искать постыло, Напоследок стать вольной птицей, Подарите шанс однокрылым. Подарите мне пару крыльев, Где рассвет сольётся закатом, Недоверие станет пылью И развеется резким взмахом, Распахнуть бы те крылья силой, Свою волю доверить Богу, Стать солдатом снежной лавины. Чистоты не бывает много. Чистоты не бывает много. Чистоты не бывает много. Чистоты не бывает много. В гостях у нас сегодня был Сергей Галанин. Счастливо!